Здравствуйте, уважаемые любители повязать и им сочувствующие. С вами сегодня Яна и я хочу вам показать видео на тему построения выкроек для вязаных изделий регланом, безо всяких компьютеров, технических программ, только при помощи листочка бумажки, ручки и калькулятора. Я сама, честно говоря, люблю всевозможные компьютерные программы, но я прекрасно понимаю, что если вы вяжете нечасто, то как бы тратить время на установку компьютерных программ, где-то ее находить, покупать, тратить деньги, устанавливать. Как правило, всегда такие вещи редко работают с установки прямо вот сразу. Обычно всегда они требуют какой-то работы, наладки-доладки, датчики и все прочее. И кроме всего прочего, все это как бы после очередной версии Windows, все это рискует прекратить работать. В общем, я прекрасно понимаю, когда люди говорят, нет, 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 вы знаете, нет, ручка-бумажка – это вот наши друзья. Мы лучше будем рассчитывать так, и зато никакой головной боли. И в самом деле я вам хочу сказать, что быстрее я не знаю. Компьютеры, они как бы нашу жизнь в чем-то облегчают, а в чем-то вносят массу стресса. Они хорошо, когда они работают, а если не работают, тогда уже время начинает лететь как не знаю что. Но это было лирическое отступление. Мы строим выкройку регланного изделия, повдоль или поперек, без разницы. Но в общем, сейчас мы как бы строим выкройку, считаем выкройку изделия повдоль. Ее крайне-крайне просто перестраивать поперек, то вы просто меняете ряды с петлями. Ну, мы этого коснемся попозже. То есть мы строим выкройку изделия вот как можно проще. То есть проще этого построить уже нельзя, но это действительно очень-очень просто. В общем, смотрите, я сняла маленькую анимацию, как снимать мерки, какие мерки надо. Я ее смонтирую перед этим видео. Но я, давайте, на всякий случай, вот как бы еще все это быстренько-быстренько-быстренько повторю. Значит, какие нам мерки нужны? Нам в самом деле нужно очень-очень мало мерок. Первая мерка, которая нужна, это окружность груди или окружность бедер. Почему я говорю или? Потому что трикотажные изделия тянутся. Если у вас окружность груди и окружность бедер не сильно отличаются, как в общем большинство людей, они не очень сильно отличаются, то используйте тот размер, который больше. Например, если у вас грудь 100, бедра 102, используйте 102. Если у вас какая-то очень большая разница, конечно, тогда надо на нее компенсировать. А если разницы большой нет, тогда используйте, который размер больше. Кроме всего прочего, нам нужна мерка длины рукава. Я уже показала в этой анимации, что длина рукава здесь немножечко другая мерка, чем которую вы снимаете для шитья. Длина рукава здесь мерка нужна, длина рукава от седьмого шейного позвонка. То есть как бы вы мерите от седьмого шейного позвонка, от этого выпирающего позвоночка, такого маленького, как горбик такой, у нас сзади на шее. Вы мерите прямо от него до длины рукава, которая вам нужна. То есть если вам нужна полная длина рукава, то мерите досюда. Если вам нужна короче, соответственно, рукав, мерите, докуда вам надо. Если вам трудно померить от седьмого шейного позвонка, вы не уверены, тогда поставьте руки в сторону и попросите кого-нибудь померить вам длину рукава от запястья до запястья через шею. И поделите пополам. Это будет ваша длина рукава. Значит, следующий размер, который нам нужен, это длина нашего изделия. То есть какое изделие мы хотим. То есть, ну, среднее изделие, то есть 60 сантиметров, 55 сантиметров. Ну, то есть 70. Ну, что это такое длину изделия, которую мы хотим. Кроме всего прочего, нам с вами нужно, мы будем с вами строить рукав. Если вы будете рукав как бы делать уже или шире, нам нужно для рукава две мерки. Я, кстати, не сказала про них в анимации. Две мерки нам нужны. Первая мерка – это нам нужна окружность руки в верхней ее части, вот там, где рука у нас такая, самая такая толстая. То есть в верхней части, ну, где-то вот, 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 где-то вот, ой, не могу дотянуться, где-то вот на этом вот уровне. То есть нам надо померить нам вот эту вот окружность руки. И вторая часть, которую нам надо померить, нам нужно померить окружность запястья, ну, прямо не вот так впиться-впиться-впиться, а вот, ну, то есть нам надо вот эту вот окружность, которая как бы нам нужна окружность рукава. Значит, окружность руки сверху и окружность руки снизу. Если, соответственно, вы рассчитываете делать рукав в три четверти, то вы, конечно, мерите окружность, как бы, там, куда вы собираетесь его делать. Но, в принципе, если вы строите выкройку, построите выкройку на полную длину, потому что ее всегда можно укоротить потом, потому что тогда вы эту выкройку будете использовать потом. Вот и все. Больше другие мерки нам не нужны. Теперь нам надо с мерками определиться, с каждой меркой нам надо определиться, что это горизонтальная или вертикальная, просто чтобы вот, как бы, вот, все было ясно. Окружность груди – это у нас горизонтальная мерка. Длина руки – это у нас, длина рукава – это у нас вертикальная мерка, то есть мы мерим сверху вниз, правильно? Длина изделия – это у нас вертикальная мерка, мы мерим сверху вниз, от шеи вниз. окружность руки это горизонтальная мерка и окружность руки снизу горизонтальная мерка просто это вам поможет чтобы вам не путаться с рядами и петлями после этого мы берем вашу нашу петельную пробу например наша петельная проба у нас 40 петель но сделаем круглое количество 20 сантиметров ну просто чтобы нам с вами сильно долго не считать 60 рядов сделаем 30 сантиметров то есть теперь нам нужно с вами сделать что теперь нам нужно сделать то что нам надо посчитать количество петель в сантиметре и количество рядов сантиметре то есть нам надо 1 1 петля в сантиметре то есть нашей ситуации 40 делим на 2 это получается 2 и нам надо 1 ряд в сантиметре то есть 60 делим на 30 Получается тоже 2 То есть нам нужно вот эти 2 цифры И соответственно петля в сантиметре Это у нас получается При вязании айреклана сверху вниз Это у нас получается горизонтальная А ряд в сантиметре Это у нас получается вертикальный Это вам сейчас поможет Потому что нам надо Вот эти все размеры умножить на количество петель Мы сейчас с вами представим так Что у нас наша окружность груди Окружность бедер Возьмем круглую цифру 100 сантиметров То есть нам нужна 4 часть ее Для того чтобы строить выкройку То есть это получается 25 сантиметров Длина руки от 7 шейного позвонка Решим что она у нас 70 сантиметров Длина изделия Ну возьмем такое изделие Которое там не узкое Не короткое, не длинное Давайте возьмем 55 сантиметров Окружность руки сверху Давайте скажем что она у нас 35 сантиметров Такая у нас нормальная рука с вами И окружность руки снизу у нас Ну давайте скажем что у нас 20 сантиметров То есть теперь у нас все горизонтальные Мы будем умножать на петли И все вертикальные на ряды То есть значит окружность груди У нас с вами получается 25 сантиметров Умножить на количество петель То есть это получается у нас 50 петель Длина рукава у нас получается 70 сантиметров Мы умножаем на количество рядов Ну здесь в данной ситуации тоже будет 20 То есть 140 рядов Длина изделия 55 умножаем на количество рядов Это получается 110 рядов Окружность руки сверху 35 сантиметров Умножаем на количество петель То есть это у нас будет 70 петель И окружность руки снизу умножаем на количество петель Это у нас будет 40 петель Все Мы готовы Мы закончили наши расчеты Теперь мы все быстренько посчитаем Теперь нам надо остановиться коротенько На такой теме как горловина Вы знаете, наверное, если вам интересно Я могу отдельно сделать что-нибудь Рассказать про горловины Как сделать красивые горловины Чтобы у вас горловины были такие Ну красивые, ровные Чтобы они украшали изделия Потому что существуют определенные принципы Как делаются горловины Они в основном для шитья Но для вязания абсолютно те же самые принципы Как делаются горловины Ну в общем коротко Горловина, если мы делаем с вами горловину Вот считаем четверть изделия То есть если мы берем 8 сантиметров То есть это как бы ну совсем в шею Ну совсем в шею Если мы берем где-то вот тут 8 на 8 Да еще 7 может быть Это прям вот совсем в шею Прям вот совсем-совсем-совсем То есть ну где-то начиная горловину Начиная 8, 9, 10 сантиметров Это как бы такая нормальная обычная горловина 12 сантиметров это такая больше немножечко Ну, даже как чуть-чуть типа лодочки такая горловина. То есть мы давайте для нашего изделия возьмем горловину, ну, давайте возьмем 9 сантиметров. И глубину горловины такую возьмем, чтобы, знаете, такая небольшая, немаленькая, ну, не совсем, чтобы в шею впивалось, ну, как бы так. Возьмем, давайте, 12 сантиметров. Это нам с вами нужно для того, чтобы нам делать реглан. То есть 9 сантиметров умножаем на количество петель, это получается у нас 18 петель, 12 сантиметров глубь умножаем на количество рядов, это у нас будет 24 ряда. Все, наши расчеты готовы. Теперь нам осталось только построить все это. Ну, все, мы с вами самую большую работу сделали, теперь нам осталось только все быстренько-быстренько построить. В самом деле, это я просто дольше разговариваю, а как бы, ну, в самом-то деле, как бы, все это не так долго и строится. Значит так, смотрите, сейчас мы с вами начнем все это строить. Мы начнем строить с основного изделия, то есть мы ставим первую точку. И эта точка у нас седьмой шейный позвонок. От этой точки мы вниз откладываем длину нашего изделия, она у нас 110 петель. Раз, два, три, четыре, шесть, девять, десять, одиннадцать. Мы откладываем ширину нашего изделия, 110 рядов, она у нас 50 петель. Четверть, три, четыре, пять. Вот ширина нашего изделия. То есть, как бы, наше уже, как бы, изделие, оно начало, вот оно вот у нас будет вот такое. Вот, вот, все. Мы с горловиной, мы с вами определялись, горловина у нас с вами, сколько у нас мы списали горловины? 9 сантиметров, 18 петель. То есть, горловина у нас здесь. 24 петли глубиной. То есть, горловинка у нас будет вот такая вот. 9 сантиметров и 12 сантиметров глубиной. Это 18 петель шириной и 24 петли глубиной. То есть, здесь что у нас остается? То есть, у нас 18 петель горловина. Здесь у нас 50 петель. То есть у нас остаток плеча с вами остался 50 минус 18. 50 минус 18, это получается 32 петли. То есть здесь у нас получается 32 петли. То есть нам надо, по идее, сократить в реглан 32 петли. Но мы помним, что еще там такая есть, когда мы вывязываем реглан, делаем, там такая есть как бы приступочка, такое сокращение петель при начале реглана. Оно обычно от 3 до 8 петель, ну где-то в среднем 6. Давайте скажем, что у нас эта приступочка будет 6 петель. То есть у нас от этих 32 петель надо отнять эти петельки, которые идут на приступочку, то есть 6 петель. То есть у нас получается 32 минус 6 петель. Сейчас, если забыли, что такое приступочка, сейчас увидите. То есть это у нас получается, сколько получается у нас? 26 петель, да? То есть нам надо реально сократить 26 петель на реглан. Когда мы вяжем частичным вязанием, мы не можем делать ничего другого, кроме как сокращать каждую вторую петлю. Это как бы сущность частичного вязания. Если мы хотим сделать другой шаг реглана, то нам надо уже вязать реглан другим способом. То есть чтобы нам сократить с вами 26 петель, нам надо умножить на 2, то есть получается 52 ряда. То есть наш реглан, глубина нашего реглана составляет 52 ряда. 10, 20, 30, 40, 50, 52 ряда. И здесь будет приступочка вот эта вот 6 петель. Все. Мы соединяем наш реглан. Наш реглан готов. Все. Это было самое сложное. Как видите, все очень-очень-очень-очень-очень просто. Теперь мы делаем наш рукав. Это тоже очень просто, потому что мы не можем делать ничего другого. Мы будем повторять этот реглан, потому что это сущность частичного вязания. Он будет одинаковым. Мы не можем его изменить. То есть что мы с вами делаем? Мы прямо вот здесь будем строить, прямо рядышком. То есть здесь у нас 32 петли. Мы делаем здесь. Проводим сюда линию. Берем тоже эти самые же 32 петли. 10, 20, 30. 32 петли. И здесь у нас та же самая глубина 52 ряда. И та же самая приступочка 6 рядов. То есть вот он наш рукав. То есть как бы это вот наша половинка рукава. Теперь нам с вами надо определиться. Мы с вами измеряли, как вы помните, мы с вами измеряли объем рукава сверху. Вот он у нас. Видите, он у нас 35 сантиметров, 70 петель. То есть нам надо половина, это будет 35 петель. Нам надо посмотреть, как наш рукав проходит, вот верхняя часть рукава. Если мы, если половинка рукава мы остановимся, вот сделаем вот так вот полрукава. Хватит ли нам вот здесь ширины рукава, войдет ли наша рука сюда. Обычно она сюда входит, как бы вот, ну у подавляющего большинства. Но как бы иногда приходится немножечко расширять, если она не входит. У нас в ситуации 32 петли, а мы здесь посчитали 35 петель. То есть у нас варианта 2. Или мы скажем, что эти 3 петли просто как бы мы скомпенсируем их за счет расширения, за счет тянучности материала. И за счет того, что реглан как бы он не сидит прямо так подмышкой, 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 подмышкой. То есть он все равно пониже. То есть как бы и просто вот оставим все так, как есть. Я бы, честно говоря, оставила бы так, как есть. Если это весь речь идет о 2-х петлях, 3-х петлях. Или мы вот здесь вот немножечко расширим и добавим вот эти вот 3 петли. То есть у нас в этом случае середина нашего рукава будет вот здесь вот. Но это как бы вы решаете сами. Если вы хотите рукав посвободнее, вы добавьте вот здесь вот 3 петельки, которые как бы не хотите, не добавляйте. Все. С шириной рукава мы определились. Теперь нам надо с длиной рукава. Вы знаете, я вот тут даже немножко нарисовала. Я, правда, в анимации это пыталась изобразить. То есть когда мы меряем наш рукав, вот это вот надо понять, потому что это очень просто в самом деле. Когда мы меряем наш рукав, вы представьте, что это пол человека, да? Это как бы пол шеи. То есть как бы вторая половина шеи вот здесь, да? Это наш седьмой шейный позвонок. Вот он. То есть мы от этого седьмого шейного позвонка измеряем длину руки. Но у нас здесь есть еще горловина. Поэтому нам надо вот от этой длины, которую мы измеряли, убрать ширину горловины. И тогда это будет наша длина рукава. То есть мы с вами что делаем? То есть у нас с вами как бы есть наша длина рукава, которую мы померили от шейного позвонка, 70 сантиметров, 140 петель, 140 петель, минус ширина горловины 18 петель, получается 130, 120, 122 петли, да, 122 петли. И вот эти 122 петли являются нашей длиной рукава. То есть мы просто-напросто вот от этой точки откладываем вниз 122 петли. То есть здесь сколько у нас получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, восемь. То есть вот, вот она получается, вот она получается, наша длина рукава. Вот он получился, наш рукав. Теперь нам надо определиться, если мы не хотим этот рукав такой широкий снизу, то нам надо его заузить. И для этого мы брали с вами мерку рукава, обхват рукава внизу, который 20 сантиметров, 40 петель. То есть пополам это будет 20 петель, 10-20, вот они. И мы зауживаем рукав. Только единственное что, учтите, у нас рука как бы она так устроена, что она такая довольно-таки толстая в верхней части, а потом она как бы так резко сужается. Поэтому не надо ее вот здесь вот, эту вот линию вести прямо вот сюда-сюда-сюда-сюда-сюда. Немножечко опустите, где-то 5-6 сантиметров, сколько-то там, и после этого ее сужайте. Вот так вот. То есть чтобы у вас линия рукавчика была вот такая вот. Вот. Все. Мы все построили. Все готово. То есть, в общем, в самом деле я вам хочу сказать, если это вот, ну я просто долго объясняла и так далее, а если это все вот так строить, в общем, это я бы не сказала бы, что это практически так же быстро, как это строить на компьютерной программе. Так что, вы знаете, вяжите. Нету никакого повода как бы этого не делать. Стройте выкройки и вяжите, и получайте удовольствие от процесса. А я буду очень рада. А если вы мне пошлете фотографии того, что вы связали, я буду вообще экстра рада. Все. Огромное вам спасибо за внимание. Я надеюсь, это видео вам понравилось и что-то вам дало. Если оно вам понравилось, вы мне пишите. И я ужасно радуюсь всегда, когда я читаю. Я знаете, а то я все время как-то сомневаюсь вообще, это нужно кому-то, то, что я делаю или нет. А как вот получаю какие-то такие вот комментарии, что вот спасибо, что вот это нужно, что вот я вот это связала, и у меня получилось. Так у меня прям крылья изо всех мест растут. Все. Большое вам спасибо за внимание. Я желаю вам успеха и удачи. До свидания.